Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Мы с мужем спешить с твоей женой три с половиной года. У нас есть годовалый сын. Вы знаете, Надежда, я хотел бы сразу здесь обратить ваше внимание на то, что отношение к ребёнку может быть равное. В том смысле, что что-то может ребёнка хотеть, что-то может ребёнка не хотеть, к примеру. В том смысле, что ожидание и восприятие ребёнка может быть очень разным. И вот эта вот субъективная сторона, кто как относится к ребёнку, в данном случае не раскрыта. То есть, хотели ли вы ребёнка? Хотел ли муж ребёнка? Какие ожидания были от ребёнка? У вас, у него и так далее. Вот. То есть, тут вот нужно этот момент прояснить. Дальше. Как вам сказать? Вот вы говорите, что с момента родения ребёнка мы сможем отдалились друг от друга эмоционально, практически не имеем совместного досуга и очень редкий секс. Я бы сказал, что здесь момент заключается в том, что у вас изначально, на мой взгляд, не было общих интересов. Достаточно таких мощных, достаточно таких сильных, чтобы они смогли пережить, ну вот, данный оббег. Чтобы они смогли пройти через эту вот историю, через историю, когда рождается ребёнок. Это значит, что тех связывающих аспектов между вами, ну, немного. Как минимум. Как минимум, немного. Как максимум, их не было вообще. И, как максимум, вас ничего не связывает, как людей. То есть, я повторюсь, речь идёт о, именно, том, что вас не связывает, как людей. Людей. Не мужчину и женщину, а людей, личности. Потому что, ну, вряд ли, из-за ребёнка вам или мужу перестало быть интересно то, что было интересно ранее. Что касается секса, объятий и поцелуев, а также отсутствие подарков, ну, здесь мне представляется такая история, что это следствие. Это следствие. То есть, если, допустим, вот, ну, мужская и женская роль по отношению друг к другу отошла на второй план из-за того, что появился ребёнок, то, соответственно, всё это сразу пропало. Ибо нет подкрепления личностных взаимодействий, да, вот чисто личностных. Вот. Ну, вы объясните, что он и раньше делал это несчастно. То есть, видимо, раньше, когда он делал это несчастно, вы всё равно были не удовлетворены этой историей. Другой вопрос, как вы выражали этот момент? Другой вопрос, как вы доносили тогда до своего мужа то, что, ну, вам, например, не хватает, допустим, подарков. Вот. С другой стороны, не лишним было бы отметить причину, по которой вам это важно. То есть, я не говорю про секс, про объятия и поцелуев. Я говорю именно про внимание. То есть, такое ощущение, что вам не хватает внимания. Вот здесь. Вот вы пишете, стремится сделать что-то приятное для меня. То есть, это вот такое ощущение, да, что подобные действия мужа некоторым образом влияют на вас, на вашу самооценку, на ваше восприятие. Вот. Здесь мы можем видеть неустойчивые такие представления о самой себе у вас. Дальше. Если выбираемся куда-то из дома, то порознь, так как кто-то сидит дома с ребенком. Ну, пусть ребенка можно брать с собой. То есть, это не проблема на самом деле. Вот. То есть, это отговорка. Одесса. Бабушкам и дедушкам оставлять ребенка муж не хочет, так как у сына сейчас более сильное привязанность к родителям. Вы знаете, здесь немного странности есть. Вы говорите, что оставлять бабушкам и дедушкам, бабушкам, дедушкам, ребенка муж не хочет, потому что у него сильная привязанность к родителям. Но если у него сильная привязанность к родителям, то не может только муж не хотеть, если же и вы, и ваше желание – закон. Почему здесь только мужа желание учитывается, не очень понятно. Вся наша жизнь крутится вокруг ребенка, причем обычно говорят о том, что жена замыкается на ребенка, не замечая мужа, но в нашем случае все наоборот. Ну, тут ведь ситуация не связана с тем, что жена или муж, мать или отец. Здесь ситуация связана скорее именно с отношением человека к ребенку. И тем, как выступают отношения с ребенком и к нему в контексте глобальных отношений между вами. То есть тут жена, муж – не главное. Я очень боюсь, что мы в конечном итоге станем чужими друг к другу. Ну, смотрите, смотрите, я бы вот этот вот ваш страх, я бы его раскрыл несколько подробнее, потому что, на мой взгляд, вот именно страх, ваш страх, он здесь скрывает под собой именно ваши некие потребности, именно ваши некие желания, но не чувства, например, по отношению к мужу. То есть речь идет именно о вашем восприятии, речь идет именно о том, что вы хотите, что вам нужно и, соответственно, чего вы боитесь. Вот. Потому что любовь, например, любовь, она предполагает немножечко другое поведение, немножечко другое отношение в том смысле, что, допустим, вы можете просто, например, принимать поведение человека, да, просто принимать его такую вот позицию, да, принимать такую его точку зрения его на данный момент, вот, и не воспринимать это на свой счет. Но именно это, как ни парадоксально, вы и делаете. То есть вы принимаете на свой счет то, что делает мужчина и боитесь, что вы станете чужими, потому что для вас это, ну вот, что-то означает, вероятно, что, ну, может что-то означать такое вот негативное. И очень важно, очень важно понять, что именно для вас это значит, чего именно вы боитесь. То есть, вы говорите, ну, дальше вы пишите, что пыталась донести вот этот вот, ну, вот этот аспект до своего мужа, вот. Я бы сказал, что это не самая лучшая позиция. То есть, ну, вот, понимаете, в вашем случае это, на мой взгляд, ну, звучит примерно так, да, как обвинение своего рода это звучит. Вот, мне не кажется, что это что-то такое вот конструктивное, да, вот, для вас, например, для вас, для вашего мужа, да, вот. Поэтому, конечно, лучше, если вы донесете домой же вот именно то, чего вы, допустим, ну, именно вот, чего вы боитесь, именно чего вы опасаетесь. Вот. Ну, это было бы гораздо, на мой взгляд, гораздо более, более конструктивным, вот. А так, получается, что вы просто, там, условно говоря, не знаю, предъявляете мужу, ну, предъявляете мужу за то, как он вот себя ведет. То есть, предлагаете, предлагаете на него ответственность за то, что вы чувствуете, вот. Ну, мне не кажется, что это такая вот конструктивная позиция здесь. Вот. То есть, ваш страх нужно раскрыть. Дальше вы говорите, что это нормально, сейчас много времени мы уделяем ребенку, он продастет все на вас. Подскажите, пожалуйста, как мне быть в этой ситуации? Как вам быть в этой ситуации, чтобы что? То есть, понимаете, Надежда, у меня возникло такое ощущение, да, что вы боитесь, вот, у вас есть страх. Ну, я не знаю, например, страх остаться одной, допустим, да. У вас есть страх. Вы этот страх, точнее, ответственны за этот страх, перекладываете на мужчину. Вот. И что делать вам здесь, чтобы что? Делать, чтобы что? То есть, разобраться со своим страхом можно. Можно разобраться со своим страхом, да. Это можно сделать. Но для этого нужно взять личную ответственность, для начала, за свой страх. И признать, что боитесь только вы, и только для вас существует страх, для мужа нет. Признать то, что вы, возможно, не говорите о том, что вам нужно. То есть, вы не говорите о том, чего вы хотите. Допустим, ну, вот, именно, своему мужу вы не доносите этого, а просто высказывание относительно того, что вы, вот, чувствуете. Допустим, допустим, отчужденности. Ну, это, мужчина воспринимается, как, как каприз. Лажь. К сожалению. Вот. Что тоже, конечно, не хорошо, да. Тоже, конечно, не есть здорово. Но, мужчина ведь он логически рассуждает. Так что, в этом все, в этой ситуации такой момент. Дальше. На днях муж решил встретиться с друзьями, спросил, отпущу ли я его. Для нас это формально, что, как бы, сказали друг другу. Я написал это подпустит, и он вспомнил о накопившем, и выплеснул на него обиду, для того, что со мной не стремится проводить досуг. Ну, вот, опять же, да. То есть, смотрите. Здесь какая история. Вы, по сути дела, сдерживали свои чувства. Видимо, раз вас именно накопело. Если вы сдерживали свои чувства, значит, вы выражали их как-то неверно для себя. И не получали той обратной связи, которая позволяла бы не накапливать вот этот вот негатив, который вас сейчас накапливается. Соответственно, извинения, да, перед мужем и, там, с просьбой его о прощении, это дело уже, на самом деле, второго. Важнее сейчас, важнее для вас перестать накапливать свои эмоции, перестать накапливать чувства, перестать накапливать вот этот вот негатив, который у вас, ну, имеет место быть по факту. Ну, вот, если вы не будете его накапливать, если вы не будете его копить, если вам, ну, если вы сможете, вот, выражать его более адекватно, то подобных вещей больше не повторится. Вот. Судя по тому, что ваш муж психанул, у него тоже идёт некие такие вот накопления негатива, вот, но по другой, возможно, причине, вот, по какой причине, конечно, сказать сложно. Потому что вы говорите, ну, в большей степени о себе, а не о нём. Вот, и это, в принципе, здорово, здорово, что вы говорите о себе. Но я полагаю, что вы своего мужа и его чувства также не слышите, видимо. Вот, это не обвинение. Ваш амбрис, это скорее такая, знаете, ну, это скорее констатация факта, да? То, что вы, вот, не слышите своего мужа, не слышите его чувства, не слышите его переживания. Вот. Ну, не факт, конечно, что вы должны это делать, не факт. Не факт, что вы именно, вот, прям, должны. Но то, что он психует, говорит и о любом неудовлетворенности какой-то вот ситуации тоже. Вот. Поэтому в первую очередь, чтобы ситуация подобная не повторилась, нужно грамотно выражать свои чувства. Стоит поработать с эмоциональным интеллектом. Вот. И выражать именно то, что чувствуете вы, а не то, например, что идет на поверхности этих чувств. Вот. Угу. Это первое. По поводу того, что ваш муж, он не хочет вас прощать, догнали. Но мне кажется, что здесь произошла такая полуосознанная манипуляция вами. Вот. Потому что мужчина, он, ну, он не мог не знать, да, что, ну, вот эта ситуация, что она происходит. Он не мог не знать, что она происходит. И он все равно, получается, ее допустил, да, он все равно, получается, ее допустил. Он все равно, получается, специально эту ситуацию спровоцировал, чтобы иметь возможность как-то вот проявлять вам свой негатив. Вот. То есть, если раньше у него нечем было крыть ваши претензии, кроме того, что убедить вас, что это, ну, что это нормально. Вот. То сейчас у него есть такой козырь, у него сейчас есть такие основания. Вот. И, соответственно, он просто чувствует себя более защищенным. В этом, вот, прощет или блок, это уже решать, ну, это уже решать вам, на самом деле. Вот. Я думаю, что это такая вот неосознанная, полуосознанная манипуляция произошла, опять же, в ответ на ваши претензии. То есть, мой муж, видимо, в какой-то степени и чувствует себя все-таки на этом перед вами за то, что происходит. И, возможно, он же чувствует, что, ну, отношения не такие близкие, какими они казались, например, до рождения вашего ребенка. Вот. И в этом случае, в этом случае, опять же, очень важно не просить прощения, а просто выражать свои желания, чтобы муж понял, что, что вы его не обвиняете, чтобы у него не было потребности, именно, вот, защищаться, чтобы он не хотел защищаться. Потому что сейчас возникает такое впечатление, что он именно пытается от вас защититься. Вот. И в этом, на самом деле, ничего хорошего нет. В том, что он пытается от вас защититься. Ничего хорошего в этом нет, абсолютно. Вот. Поэтому и стала возможна эта ситуация в целом. Причем, заметьте, что по итогу вы себя чувствуете, собственно, виноватой. Вот. Из-за того, что произошло. И отчасти это тоже то, что хотел ваш муж, чтобы вы себя почувствовали виноватой. Это не обязательно какая-то такая специальная история, но, как бы, теперь вы чувствуете то же самое, что чувствует ваш муж. И вы находитесь в равной позиции, а может быть даже и более, ну, более такой проигрышной, например, например, по мнению вашего мужа. И это стало возможным именно потому, что вы его обвиняете. Ну, так, по крайней мере, чувствует себя ваш мужчина. Вот. Он чувствует, что вы его обвиняете. И поэтому, понятное дело, ничего хорошего нет. Так что именно прощения просить здесь не первостепенно. Не первая важность этот момент. Вот. Как себя вести? Вести себя, опять же, исходя из цели, да? То есть, эээ, вот что вы хотите, какую цель вы себе поставите, эээ, вот, примерно в этом направлении вам и нужно двигаться. В зависимости от цели свои. Исключительно зависимости от своих целей. Вот. Эээ, чувство вины, эээ, которое у вас может быть, оно, ничего хорошего не даст. Чувство вины. Эээ, да, вы виноваты, но, ну, по крайней мере, мы считаем, мы считаем, что вы виноваты. Эээ, да, вы, возможно, поступили тут не лучшим образом. Но и муж, эээ, тоже мог бы поступить иначе. Муж тоже мог бы поступить по-другому. Мужу не обязательно было, эээ, доводить, ээ, всю эту ситуацию до, вот, того, ну, до такого момента, до какой он её довёл. Он это, тем не менее, сделал. Это его ответственность. Поэтому, перекладывать на вас, эээ, в полной мере, всю вину за, эээ, то, что произошло. Ну, на мой взгляд, несправедливо. Но, может и хочет сделать. У него есть такое желание. И это, на мой взгляд, эээ, обусловлено именно характером вашего взаимодействия. Поэтому, эээ, именно, от своего чувства вины, которое вы испытываете. Вам, возможно, имеет смысл освободиться. Вот. Я думаю, так. По крайней мере. Как вы дальше будете себя вести, и что вы будете дальше, к примеру, делать, да? Ах, это уже вам решать, это уже ваша ответственность, это уже исключительно, эээ, будет, эээ, ну, ваш выбор. Ну, пока что вы, вот, именно, эээ, свободно, эээ, действовать, свободно действовать пока что. А, на мой взгляд, вы не можете. Вот. И это, на мой, на мой взгляд, на мой взгляд, это является, эээ, серьезной проблемой. Вот. Для вам. Потому что это и отношениям вредит, эээ, вашим, с мужем. Вот. Это и вам вредит, потому что вы не чувствуете себя, там, условно говоря, эээ, свободными и защищенными. Вот. Ну, и так далее. То есть, вариантов, вариантов здесь, эээ, предостаточно. Вот. Вопрос заключается, опять же, эээ, только в том, что, что вы, например, будете с этим всем делать, да? То есть, если у вас, эээ, цель, например, если у вас, эээ, например, разобраться именно в, эээ, себе, или, допустим, если у вас, эээ, такая цель, или у вас есть, эээ, цель, там, допустим, эээ, ну, эээ, грубо говоря, обвинить, там, мужа, или сделать его, ээээ, не знаю, своим, ну, средством достижения своих целей, к примеру, или типа, типа того. В, вот. В зависимости от, эээ, ваших эээ, целей, от ваших желаний, да? Эээ, эээ, и Somebody будет, как-то, вот, Вам, ээээ, корректировать, что, что, ээээ, делать дальше. Вот. Пока что я вижу ваши собственные страхи и перекладывание ответственности на них, за них, точнее, на вашего мужа. Вот. Что мне кажется некорректно по отношению, конечно же, по отношению к нему. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.